без пафоса дим а ты можешь вот описать как народ жил 90-е годы что вот вообще происходило сейчас это печень пучит без пафоса вот когда вот тогда без пафоса когда печень пучит каламбурчик каламбурчик что 90 я знаю с ужасом постоянно было темно как в питере короче постоянно дождь и все коричневая но у меня такая была период жизни вообще работа нет ничего нет и все время темно и пасмурно ну допустим ноябрь вот 90-е годы конкретно вот именно ноябрь запал в душу ну что может быть еще самое тяжелое время еще мерзость не для человека и как бы сказать южный город орел до мерзость ничем ноябрь месяц голодняк там что ужас что ничего хорошего холодильник открыл налет поглядел предел жираль я помню одну гречку реально там зарплату задерживали у меня там семья началась там разрастаться где работал где и учился учился без работы а потом когда учился не работал и все это и все это короче кошмар ничего хорошего но недаром говоришь у кого там хорошо все было 90-х годах оголтелость как и все были опухшие оголтелые как еще на о что-нибудь такое оголтелых а духотворен охеревшие охеревшие на всеми уже от мира и было проще купить чем самогон вообще ну что это и все кругом как началось это дорвались никто ничего не знал последствий то все круто короче наркомания поперла причем поголовная ну да он центр там весь наверно вымерла это еще все началось я понял я помню это интервью галки я смотрел что эту тему я тоже дальше вон так там сидел ну что ну да прикольно все началось сейчас после афгана когда начали мак южный город растения начали узнали как и россии не добывать всякие себе вытяжки но чтоб ханку варит и проют до конопля вот эти все маки занесли ребята из афгана они там научились это хрень сила но говорят что раньше полонтарей были везде на полисадниках никто ничего не знал только знатоки все такие с хаерами мы смотрели на них вот это же легенды ну да вот как это там вот эти все селе притихшим режут логу это вот это время 87 год все крутые в казаках adidas торшу вот кстати был брат уступы гагло бля а у него какой-то тетя в испании жила он там был как юрий хип или смоки с хайром красавцы и все у всех есть вот это вот тайное общество все знают что есть кайф тайное общество все короче у всех свои законы все в порядке понятия у них все мы знаем что мы с тобой знаем что у нас мы знаем что можно сделать из того цветочка кайф уже седые струги муж и муж и мужчины режут мак уходи еще попробуй садишь застрелят на хрен и мы ходили в блин вместе фотография у меня сейчас дочки блин старше семье там ходили по планетарям сезон вот сейчас горячая пора у всех ну кто там в теме вот ужасно и там для молодого человека все условия это приключения это вот это вот тайное тайное общество это как бы мы всем и супер люди это занятие то есть нужно химию знать это адреналин потому что это все через забор это все ты ты там хоп-хоп криминал опять пожалуйста тебе как отдыхает там пионерия или там эти америкосовский как они эти китлер юган просто для мальчика это прям мечта романтика короче ты хочешь сказать что блин заграничный наркоман это против наших наркоманов я не знаю что там у них у них там все они живут короче но у них тому что у них а это много всего у них там какой-то там негр привез блять чемодан раскидал по точкам нахуй все остальные покупают у них но у них с этим про проще поэтому меры живут они быстрее помирают и вот да и вот эти вот героинские штуки это уже это совсем уже было позже нам что настолько много было героина что просто вообще ну и когда не украсил но его одно время его было вот как раз на ценского то есть вот все движухи и это давая то уже тогда сидел с из как бы в семье наблюдал со стороны диву давался просто я знал всех этих людей и это же все как бы хобби ну ладно там увлекся там ширнулся туда-сюда курнул а люди уходили с головой становились профессионалами но и сгорали естественно у меня сразу у нас внутри друга передам 5 друзей из них я один остался там за два года ну понятно у тебя-то семья была тебе в эту жопу лезть и ни к чему года я сидел 90-х в брянске как раз там там вот это все коричневый ноябрь частный сектор какие дороги грязь вот это я там сижу меня теща отказывалась кормить как ты заработал на этот ужин она права это я сейчас уже так знаю а тогда и ненавидел как что это значит не был ничего не работа ничего но зато вещь как бы это а все померли зато кто-то там короче картину нарисовал невесел в 90-е годы бандиты вот эти как их это все ладно бог с ними они все тоже все начали торчать все они уже сейчас все тоже померли там же тогда беспредел был не но я полный убитые джироке или даха дети бумеры бумеры семерки раз где там за лупатая 500 долларов автомобиль нихера себе вот это до 500 долларов это блин богатство вот тебе надо на балалайке песню героин сочинить или как у как уходили мужчины в ноябре прикольная тема вот осталось просто вот торчок значит это вот тот дед вот они ступа допустим мальчика дуванчик они же были все такие нарядные все такие были упакованы все в порядке и вдруг блин и вдруг ужас это все серьезно оказывается как бы да но галкин вообще там какие-то ужасные вещи рассказывал там но я знаю ну конечно все хорошего галкин вообще грешит там на какую-то тёлку блин что она его там подсадила там это была моя любовь я изнано белок рок оксана да она там меня при приобретала блин ураган там у нее квартире несколько человек убили просто реально я знаю зайку в такой группу было это freaking бог но это рудика группа но рудик может быть я знал вот их там агашу за как гитариста его зарезали вот на этой квартире то есть там был там реально были такие жиганы залетные откуда из ростова такие перцы в книгах не прочтешь у нее там ну да это вот эти времена потом все пересажали все то есть там вот это было его зазноба оксана саши там люди вылетали у нее из окон там короче кого-то валили то есть там закрывали штурмовали да причем она жила такая сжиганка то она в италию поедет то она траляля такая нормально упакована жила исключительно с молодыми мальчиками до сих пор так она и есть до сих пор живая здравствуй да она там акции ну я вижу ну все нормально ей там че и у нее дети все в порядке как бы несмотря на но такая у меня раньше это восхищало прям думаю вот эта жизнь не я так что-то где-то уже услышал от тебя как ты увидел им баре да вот этот парень там типа посмотри загоня бабла с каком тратит вообще не говори соответственно я помню он рассказывал еще про одного нашего приятеля он его увидел на катке и он говорит я смотрю он катится знаешь вот так задом они так перебирают ногами как хоккеисты и хайер такой развивается в темноте и он говорит вот этот человек да и мы его знаем как бы все персонаж просто вот он был такой звездой катка как звездой катка и вот он зазвездился тоже к сожалению это очень интересного потом ну понял коньки повесил на крючок до сих пор они у него есть такие канадские классные каток был тоже люди на катке движняк динамо я мимо было то есть я не знаю секта всех кто там наверно своем когда люди общались приходили катались я помню катался помню короче учился и в этот же вечер упал стрессе не мозг только и ночь коньки не твои ролики на этом все не слабо не слабо